Практика решения определенных нужд дошкольных учреждений за счет родительских средств сейчас широко распространена. Так в 49-м детском саду подобное некоммерческое партнерство действует уже год. Для новичков вступительный взнос составляет 300 рублей, ежемесячная плата всего 20. На плату этих взносов для социально незащищенных слоев населения действуют льготы. В каждом дошкольном учреждении разработан устав, где указывается на какие цели идет эта сумма. Естественно, на развитие детей, на развитие учебного процесса, на развитие детей, на развитие развивающей среды. На совещании говорили, руководители детских садов стараются расходовать родительские деньги максимально прозрачно. О тратах ежеквартально отчитываются на общих собраниях. Но целевое расходование этих средств все же остается под вопросом. Не все образовательные учреждения доводят полную информацию о расходовании тех добровольных средств, которые родители сегодня готовы пожертвовать на развитие детских садов. Будет создана рабочая группа, по результатам которой будет отработан новый механизм участия родителей в организации работы общественных фондов. На совещании был предложен вариант создания централизованного фонда столичной системы дошкольного образования. Причем город, по словам главы Террасполя, выступит одной из сторон нового партнерства, гарантируя дополнительное финансовое участие. Чтобы мотивировать учреждения образования работать по этому фонду и его наполнять, мы приняли решение и предложили в сессии городского совета в следующем году выделить аналогичную сумму, которую они соберут в этом целевом фонде. Соберут миллион рублей, значит город профинансирует аналогичную сумму на нужды детской, дошкольной образовательной учреждений, такую же сумму. Помимо целевого расходования средств, главным преимуществом детсадовского централизованного фонда станет мобильность. Каждое учреждение будет располагать банковским счетом с накопленной суммой. При необходимости эти деньги могут быть переданы в помощь от одного учреждения другому, что, по мнению руководства столицы, позволит детским садам решать более масштабные проблемы.